Как в непосредственном переводе в письме, так и в большей группе столь очевидна, что она, следуя традицией санкельских текстов, допускает не один, а несколько переводов данного текста. Я сейчас, в связи с тем, что грамматически не выражены слова на тибетском языке, то есть все повторяется как в санкельских текстах, которые до нас не отошли. А здесь другой перевод, опять же, в расшифровке вот этого предложения. Я вам сейчас не считаю. Зато и большая мудридица увидели Землю, и старт планеты Емпитер, и созвездие общего, обустились на чистую поверхность Земли. В связи с тем, что глагол перевода не обозначен никак, его не отличить объем существительным, поэтому и допускается разность перевода. Потому что это слово можно расшифровать как созвездие Кушья и в то же время, если его перевести как глагол, тогда созвездие Хаста пропускается, и остаются только два названия – Сатурн и большая мудридица. Я хочу сказать, что вот все эти сложности, они присутствуют от начала текста и до самого конца. Поэтому я, называя свою тему, только имея в виду два подхода, должна вам сказать, что этих подходов в расшифровке тибетских текстов очень много. И я вам сейчас еще прочитаю только перевод, а потом перечислю сложности, которые ждут тех желающих заниматься расшифровкой тибетских текстов. И я вам сейчас прочитаю. 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 Я вам сейчас прочитаю. И я вам сейчас прочитаю. Я вам сейчас прочитаю. И 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 я вам сейчас прочитаю. о том, что первоначальный текст Калачанковой Тантры, я думаю, это не только автономия, это все научные трактаты, которые составили огромный рукописный фонд, который не полностью сохранился, а был сокрыт специально брахманами, несущими огромные познания научных, поэтому все это было скрыто и нам представлено как буддийские священные тексты. И как бы это проявилось в самой известной, самой недоступной Калачанковой Тантре, которая по своему характеру и по своему содержанию фондности отличается от всех остальных групп тантрического содержания. Я не буду трогать область остальных танцев, поскольку в настоящее время тибетологи всего мира занимаются исключительно содержанием Калачанковой Тантре. Теперь я по поводу того, почему сложности передачи их научных текстов сохранились и сохраняются. Так, например, начнем с того, что все 30 букв, извините, если у вас регулярно, не так, поэтому я буду сокращать, да? Все 30 букв тибетского алфавита имеют свое числовое значение, начиная от единицы и до 37. Таким образом мы ближайшее столкнемся с числовой символикой. И я приведу на примере 12-й буквы тибетского алфавита на сколько значений эта буква имеет. По своему символическому значению буквы на означает твердость и неподвижность. То есть мы можем ее переводить словами как гора и как полярная звезда, потому что основное качество этих названий заключается в твердости и неподвижности. Говоря о том, что эта буква имеет еще помимо всего прочего значение твердости, оно еще имеет другое значение, которое можно перевести как будущность. Вы знаете, это уже слова как бы совсем другого ряда. Далее, после войны эта буква «на» попадает в разряд мистического гризма, как называют тибетцы, поэтому я и использую просто гризма и мистический гризма, где с помощью раскрытия скрытого смысла можно выйти на расшифровку текста. И в конце концов, мистицизм — это буквы «на» используется для обозначения слова «кальция», что в переводе означает «бэдла», «несчастье» и «неудача». Таким образом, я хочу продолжить цепочку, каким образом приходится и не дается расшифровать такие тексты. Потому что если мы встречаем слово со значением «несчастье» и «неудача», тогда мы находим тот термин и в буддизме, и в астрономии, который связан с таким знаменитым термином, как «дук нель». И уже напрямую на «дук нель» мы выходим в планете «сатур». Я просто хочу вам наглядно показать эту цепочку, через которую нужно пройти, чтобы выйти на научный термин, связанный с астрономией и со всем раскрытием всего строения Вселенной. С чем еще связана вот эта вот сложность? Поскольку есть еще в тантрических ритуалах использован особый язык, который они называют мистический язык. И вот этот язык, он уже содержит совершенно свое закрытое смысловое содержание. Так, например, почему вот эти танки не выдаются переводами. Я просто вам приведу конкретный перевод использования обычных слов в сибирьевском языке и их значения в танке. Например, чан. Чан – это, ну, как у нас переводят, переводят пиво, ну, я перевожу там брага, алкогольный напиток, широцовый, кислородный в тибете. И оно заменяется в мистическом языке другим словом – «ма», «да», «на». Причем эти слова очень трудно раскрыть совершенно, так как словари, связанных с мистическим языком, не существуют. Приходится только раздавать и думать, куда тебя твое воображение приведет. Или, например, буква «шар». «Шар» – это в прямом смысле мясо. У него тоже в мистическом языке танка есть другое значение – «ба» и «ла». Но «ба» я еще могу перевести, поскольку оно всем известно и также обозначает созвездие стрелец, также обозначает созвездие ответа, то есть созвездие дикта. Но вот когда уже в «ба» добавляется «ла», «ла» – это в тибетском языке, в общем-то, служебное слово, которое используется в нашем понимании как биологии и различные частицы. Поэтому вам очень понятно, что вот такая зашифровка уже специально университического языка приводит человека, который хочет перевести просто в других и переживание, признание своей несостоятельностью. И все-таки я хочу все-таки всех, особенно молодежи, успокоить и сказать, что если человек истремлен и хочет разгадать неразгазанное, его обязательно ждет эксперт. Я говорю это совершенно конкретно, так как мы только год занимались и работали вместе с Георгием Георгиевичем Куркиным, и за этот год мы совершенно по своему месте подготовили книгу с буквально переводом калачакры танцы, с видением среди словами, с заполосанием. И еще за этот год Георгием Георгиевич осилил космическими темпами циверских языков и, к тому же, обучил уже другого ученика для того, чтобы выполнить макет калачакры танцы, которая сейчас вышла в издательстве «Буки Ветер», с чем я и поздравляю, поскольку Георгием Георгиевич математик по в этом образовании. И нам пришло интересно. Он занимался самсурийским языком и является учеником вектории диктинга гектограмма. Ему только не хватало отстроить чибельский язык. Что он сделал в самый короткий срок. И позвольте представить Георгием Георгиевичем как настоящего героя, использующего и доверяющего эту работу до конца. Мы сейчас заканчиваем третью книгу. Опять же Георгием Георгием Георгиевичем. Опять же Луцаря Георгием Георгиевичем. И в скором времени вы увидите перевод третьей книги последнего текста Палачатра Танца, священного текста, который по всем установкам не придается никакому переводу. Я вас поздравляю.